Всем здравствуйте! Надеюсь, что меня хорошо слышно. Меня зовут Смирнова Виктория Константиновна, я ветеринарный врач и работаю в ветеринарной клинике Катана, город Псков. Так, и сегодняшняя тема нашего прямого эфира – это переливание крови в домашних животных. Тема довольно обширная, но я постараюсь достаточно кратко и достаточно понятно объяснить, что же это такое, для чего это вообще необходимо. И основные, скажем так, понятия, показания, противопоказания, требования к донорам и и какие все-таки бывают у нас осложнения после переливания крови. Так, начнем с самого основного. Что же все-таки такое переливание крови или как мы еще по-другому называем – это гемотрансфузия. То есть это процесс переливания крови, который мы берем у донора, то есть здорового пациента к рецепиенту, то есть к тому животному, которому на данный момент требуется это переливание. Чаще всего мы используем цельную кровь, которая у нас содержит все компоненты крови, то есть это и эритроциты, и лейкоциты, и тромбоциты, также это некоторые факторы свертываемости крови и белки крови. Кроме этого может использоваться чисто эритроцитарная масса, которая в своем роде содержит только эритроциты и лейкоциты. Также может быть использована свежезамороженная, либо свежеполученная плазма, которая в себе содержит только все факторы свертываемости. Выбор препарата крови, что мы будем переливать в первую очередь, зависит от того, какая именно патология на данный момент находится у животного. Что у нас может быть? В первую очередь это острая кровопотеря. Связана она непосредственно с какими-то тяжелыми травмами. Может острая кровопотеря развиться в ходе каких-то оперативных вмешательств, либо при заболевании каких-то органов, например, такие как геморрогический энтерит. Дальше это анемия хронического характера. Что к ним может относиться? Это хронические болезни почек, хронические воспалительные какие-то процессы, либо это новообразования, которые в ряде случаев разрываются, да, и это приводит к внутреннему кровотечению. Также большое количество вирусных инфекций, такие например как панликопения у кошек, парвовирусный энтерит у собак и такие часто распространенные заболевания, как вирусная лекемия и вирусный иммунодефицит кошек. Также при остром анемии, да, у нас приводят нарушение смертвости. Такие заболевания, как отравление животных антикоагулянтами, то есть зоокомаринами, да, в первую очередь это крысиный яд. Также может быть наблюдаться у пациентов при лучевой либо химиотерапии. Паразитарные заболевания, в первую очередь это бобезиоз у собак, либо гемотропные микоплазмы у кошек и отравление гемолитическими ядами. Это прежде всего укусы змей, ядовитых змей, да, которые у нас тоже приводят к нарушению свертываемости крови. Во всех этих случаях у нас как раз-таки может потребоваться гемотрансфузия. Так, давайте дальше определимся, какие все-таки требования у нас к донорам, да. Чтобы, скажем так, не ошибиться, при выборе донора мы смотрим в первую очередь, конечно, на возраст. То есть животное должно быть молодое, в среднем от 1 до 7 лет. Плюс, конечно же, животное должно быть клинически здорово на данный момент, да. То есть у нас при выборе донора мы осматриваем его и животное должно быть клинически здорово. Обязательно, чтобы была комплексная вакцинация, да, чтобы исключить, скажем так, наличие каких-то вирусных инфекций у животных, даже скрытых. Вес кошек примерно от 4 килограмм, у собак от 20 килограмм. Но, опять-таки, мы должны понимать, что если наш питомец, да, которому нужно перелить кровь, это какой-нибудь крупный мейн-кун, который весит больше 6 килограмм, то, естественно, донор должен быть больше его по массе для того, чтобы мы могли перелить ему большее количество крови. И тоже касаемо собак. Если, допустим, у нас питомец алабай, который весит 50-60 килограмм, то, естественно, смысла нет вести собаку, которая будет весить 20 килограмм. Как бы этой крови просто не хватит для переливания. После того, как мы осматриваем, да, еще, конечно, желательно все-таки привозить самцов, да. Если что касаемо самок, во-первых, они не должны быть беременны, не должны находиться в периоде течки, кормящие мамы исключаются, да. Лучше, конечно, касаемо самок, чтобы они были кастрированы. И желательно, конечно, чтобы животное было спокойным, да, чтобы нам, как можно, скажем так, сильнее сократить стресс-фактор, чтобы животное не переживало. Потому что процесс может занимать от 10 минут до часа, пока мы возьмем кровь. Чтобы лишний раз животное не переживало, животное должно быть стресс-устойчиво. После того, как мы подобрали донора, мы переходим непосредственно к гемотранфузии. То есть мы не можем взять просто так донора, не подобрав его по группе крови. Группы крови у собак насчитывают 12, идентифицированные из них 8. Группы крови определяются в основном наличием в крови животного белка. Чем проще, скажем так, гемотрансфузию собак, в отличие от кошек, то что у собак нет в крови из-за антител, то есть готовых антител к антигенам другой группы крови. И получается так, что при первичном переливании, если особенно у нас какая-то экстренная ситуация, и нам очень срочно нужен донор, первый раз мы можем не проводить перекрестную пробу, так как готовых из-за антител у нас нет. В дальнейшем, после первичного переливания, эти антитела не вырабатываются. И, соответственно, потом в дальнейшем, если вдруг требуется повторное переливание, либо к нам поступают владельцы, которые уже когда-то неоднократно переливали свое животное, это должно обязательно быть учитано. Владельцы должны обязательно сказать об этом, потому что в дальнейшем при повторном переливании обязательно проводить перекрестную пробу, то есть подбор донора, чтобы у нас не произошло так, что мы перельем кровь, и кровь у нас не подойдет, и в дальнейшем мы будем иметь осложнения, которые могут привести даже к смерти животного. У кошек, с одной стороны, казалось бы, все намного проще, потому что у них всего три группы крови. По системе АВ у нас рассчитывается три группы. Первая группа – это группа А, это где-то около 50-60% всех кошек. Вторая группа – это группа В, в среднем занимает около 40%. И группа АВ совсем небольшая, ее имеет где-то около 1% кошек. У кошек, в отличие от собак, изначально имеются из-за антитела, направленные против антител другой группы кошек. Поэтому у кошек обязательно, независимо от того, первое это переливание, либо это последующее переливание, обязательно проводить перекрестную пробу. Что же такое все-таки перекрестная проба? Я уже неоднократно об этом говорила, но не объяснила, что это такое. То есть, мы берем кровь у донора и кровь у рецепиента. В течение некоторого времени кровь у нас в центрифугире отстаивается, и затем проводим эту пробу. То есть, берем эритроцитарную массу от донора и смешиваем ее с плазмой крови рецепиента. Под микроскопом смотрим, идет ли у нас гемолиз или другими словами слепания эритроцитов. Также потом берем наоборот эрмассу рецепиента, добавляем ее в плазму донора и также смотрим, есть ли у нас гемолиз. Бывают такие случаи, когда животное очень сильно ослаблено и уже идет как такая иммунопосредованная реакция, что происходит гемолиз непосредственно в собственной крови. То есть, эритроциты в своей плазме начинают сворачиваться. Тогда в таком случае, если совсем все плохо, мы об этом, соответственно, говорим владельцам и идем на риски. То есть, либо мы пробуем спасти животного, то есть берем наиболее подходящего донора, либо ничего не делаем с этим, соответственно. Также, какие все-таки могут быть осложнения после переливания крови. В первую очередь, это острый гемолиз вследствие переливания несовместимой крови. Дальше, это отсроченные гемолитические реакции. Может наблюдаться лихорадка, либо озноб во время непосредственно самого переливания крови. Могут наблюдаться аллергические реакции. Бактериальные осложнения. Это у нас могут быть причины вследствие переливания крови инфицированного животного, либо крови из-за неправильного хранения. Может наблюдаться перегрузка объема. То есть, большое количество крови мы перелили, да, и это тоже может негативно сложиться на состоянии животного. Токсичность антикоагулянтов. То есть, непосредственно, чтобы собрать кровь, мы вводим антикоагулянты, которые хранят ее. И может произойти гиперкалиемия из-за переливания длительно хранившейся крови. В любом случае, скажем так, что решение о том, насколько в данной ситуации необходима гемотрансфузия, насколько она безопасна, насколько она целесообразна, какой препарат крови подходит в данном случае животному, которое находится на лечении, принимается в первую очередь лечащим врачом. То есть, лечащий врач на основе анамнеза, на основе результата клинического осмотра, результата лабораторных и инструментальных методов исследования определяет все-таки, что нам необходимо делать, да, какой именно препарат мы выбираем, какой объем, это тоже мы все рассчитываем, чтобы в дальнейшем избежать осложнений. И, соответственно, во время всей гемотрансфузии врач находится непосредственно вблизи пациента, чтобы избежать дальнейших осложнений. на этом у меня все. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, что касаемо переливания крови, то, пожалуйста, задавайте их в ответных сообщениях. Я постараюсь по максимуму ответить на все ваши вопросы. Еще раз спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.